В городе Петровске Саратовской области появился новый храм на городском кладбище. Чиносвящение Дума Божия и первую божественную литургию в нем совершил митрополит Саратовский Ибольский Лонгин. На торжестве в Преображенской церкви побывали наши коллеги. Великое освящение – это особый чин, когда в храме утверждается святой престол. Храм, как живой человек, помазывается миром, окропляется святой водой. Владыка духовенства и миряне молятся о том, чтобы Господь сотворил это здание местом селения славы Божьей. Местом, где каждый человек в таинствах церковных будет переживать личную встречу с Господом. Кладбищенские же церкви имеют свою историю. В старину люди стремились погребать дорогих своему сердцу усопших при святом месте, а именно при церквях. Захоронения множились и разрастались по городу. Еще Петр I запретил погребение усопших при церквях города, а императрица Елизавета Петровна велела отвезти вне Москвы кладбище и выстроить церковь там. Так с тех пор и повелось. Кладбище за городом и церковь рядом, где можно совершить чин отпевания, совершить панихиду по усопшему и помолиться. То, что у нас храм на кладбище, это очень хорошо. Это даст, по крайней мере, возможность людям вспомнить о таком вот правильном отношении к смерти, к погребению, к церковной молитве об усопших, той молитве, которая единственная нужна человеку после его смерти. И нам с вами не нужны вот ни памятники, ни улицы с названиями, с наименованиями, ни еще какие-то привычные такие формулы увековечения. Нужно только одно, нужно, чтобы был кто-то, кто в церкви во время Вселенской панихиды, Родительской субботы помянет нас и помолится Богу о прощении наших грехов. И в церкви это делать не просто удобно, церковь – это главное место, которое для этого предназначено. Жизнь и смерть неизменно движутся навстречу друг другу, и приходит время, когда они встречаются. Так и старое кладбище Петровска давно уже оказалось в черте города и было закрыто. В 2008 году на новом кладбище было начато строительство нового Спасо-Преображенского храма. Но после заливки фундамента и установки деревянного сруба, строительство за отсутствием средств надолго остановилось. Работы возобновились в 2016 году, благодаря отчаяниям благотворителей. И теперь строительство, наконец, полностью завершено. Еще раз сердечно поздравляю всех с сегодняшним событием, с освящением этого храма, с окончанием в общих чертах его строительства. Конечно, кое-что еще можно и нужно будет сделать, но тем не менее основные работы выполнены, и храм уже открыл свои двери для прихожан. Я благодарю также тех, кто собрался сегодня на молитву, тех, кто выставил эту долгую службу, освящение храма и литургии – это долго. И хотел бы тем, кто потрудился, тем, кто оказал свою помощь для строительства этого храма, храм был построен на народные деньги в прямом смысле этого слова, хотел бы поблагодарить и от епархии вручить видимые знаки нашей благодарности. За большой вклад в дело строительства и благоукрашения храма Владыка вручил благотворителям медаль Саратовской митрополии «Спасный рукотвор на третьей степени», архиерейские грамоты и благодарственные письма.